Микс Ньюс Ведущие Оксана Антоненко и Вадим Родионов. И Валерий Агешин. Согласие. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. А говорить мы будем о такой теме, которая, в общем-то, напрямую связана с государственной безопасностью или национальной безопасностью. Вот я бы сформулировала так. Плюсы и минусы доносов. Вот стоит ли все-таки жителям Латвии проявлять сознательность и, когда они видят или слышат что-нибудь подозрительное, тут же об этом сообщать в правоохранительные органы. Это же касается и депутатов. Разумеется, это наша тема связана с последними событиями, в том числе вокруг мэра Регини Лаушакова. Мы знаем, что три заявления на него поступили. Два в Генпрокуратуру, одно в полицию безопасности. Вот по поводу карикатуры. И причем в двух случаях бдительность проявили именно политики. Один из них депутат Сейма Вилнес Кирсис, вторая Инна Сейвайдера, депутат Европарламента. Вот насколько это позитивное явление. С одной стороны, мы, конечно, долго пытались избавить, может быть, от такого постсоветского стереотипа о том, что стучать плохо. И, в общем-то, все подозрительные и незаконные вещи очень часто проходили мимо правоохранительных органов, потому что вроде как бы неприлично сообщать. С другой стороны, не получается ли так, что мы все-таки перегибаем палку в этом желании как-то наладить работу системы. Господин Агешин, вот на ваш взгляд все-таки доносить хорошо или плохо? Я предлагаю спокойно и трезво посмотреть на эту тематику, без истерик и фанатизма. И у этой темы как минимум две правды, а то и три правды. И каждый случай очень индивидуален. Стукачество или доносительство в народе, конечно, это не очень удобоваримое понятие, но это понятие и растяжимое одновременно. Почему? Человек может руководствоваться завистью, у кого-то автомобиль лучше, мне завидно, давай-ка я напишу, куда следует. Но человеком также может и овладеть желание установить объективную истину, восстановить справедливость. Если человек ночью увидел случайно, что кто-то снимает с машин зеркала во дворе и обратился в полицию. Поэтому я говорю, что у этой тематики как минимум две или три правды. Одно дело, когда житель реализует свои права, например, у человека есть обоснованные подозрения, что кто-то занимается мошенничеством. Собирает подписи, скажем, за или против реновации дома, утепления дома. И человек подозревает, что часть подписей под этой анкетой, под этим документом подделана. Совершенно ясно, что человек имеет право обратиться в полицию и прокуратуру, где будут устанавливать подлинность подписи. И, возможно, виновного привлекут по статье мошенничества. Другая ситуация. Помощь следствию. Человек помогает в раскрытии тяжкого преступления, в котором и сам участвовал. В том числе, несколько лет назад СЕИМ принял закон о том, что такому человеку реально могут быть снижены за такую помощь сроки лишения свободы. Или он вообще может быть освобожден от помещения в пространство, где все небо в клеточку, а друзья в полосочку. Кроме того, человек может помочь в раскрытии тяжкого преступления, убийства. А это агентура, помощники, доносители, стукачи. Называйте, как хотите. Ведь у нас уровень раскрываемости преступлений на порядок ниже, чем, например, в советское время. Это констатация факта, от которой не отказывается даже генеральный прокурор. А в чем причина? В суд попадают некачественные, плохо подготовленные материалы дела из полиции, и прокуратура ничего не может сделать. И решение здесь, например, не только восстановление полицейской академии и выделение финансовых средств в отрасли, а кое-что другое. Кроме того, почему произошли теракты в Брюсселе? Одна из причин заключается в том, что бельгийская полиция признает, что в течение последних 20 лет практически не имела агентуры в кругах, скажем так, недавних иммигрантов и в Моленбеке. И, наконец, третья ситуация, вот она совсем другая, это уже другой жанр, который вы анонсировали. Когда кто-то пытается использовать закон с целью политической мести, это попытка политиков... Давайте отдельно о политиках. Хорошо. Вот хотелось бы господина Бондарса послушать. Вот на ваш взгляд, все-таки стучать это хорошо или плохо? Вот только что господин Гешин расписал все плюсы, в общем-то, доносов или помощи правоохранительным органам. А минусы чуть позже скажем, соответственно. На ваш взгляд, все-таки мы сейчас не говорим конкретно о политиках или конкретно про господина Ушакова и госпожу Вайдера. Вот в принципе стучать это хорошо или плохо? Ну, если вы видите чемодан в аэропорту оставлен без присмотра, это даже обязательно стучать, чтобы пришли какие-то силы безопасности, которые бы этот чемодан быстро забрали. Потому что мы не знаем, что в этом чемодане. Может быть, просто кто-то забыл, может быть, кто-то ушел в туалет или, может быть, кто-то оставил чемодан, чтобы навредить обществу или навредить тем людям, которые в тот момент находятся в аэропорту. Но вы такой очевидный пример выбрали. А вот если, допустим, вы знаете, что ваш, не знаю, знакомый, коллега платит своим подчиненным зарплату в конвертах. Вы тоже расскажете? Знаете, те, которые конкурируют с моей коллегой, если я бы конкурировал с моим коллегом, я должен платить все налоги, и он не платит все налоги, я бы обязательно написал заявление. А если это не ваш конкурент? Потому что иначе получается так, что, в принципе, он более конкурентоспособный, чем я. Если он не мой конкурент, тогда он не мой коллега. То есть, если бы это был просто ваш друг знакомый, то вы бы доносить не стали? Знаете, это нужно видеть, чтобы, ну, ты видишь, что кто-то платит наличными деньгами кому-то. Ну, например, у нас есть мой коллега по партии, да, они поймали одну компанию, которая регулярно платит зарплаты, ну, скажем, в обход, ну, скажем, налоговой службы. И, конечно, ничего не было сделано в течение двух лет. Так что, ну, они постучали, если так можно сказать, или донесли информацию, и ничего не произошло. Это самое плохое. Потому что, если ты, например, пишешь заявление, и потом те же службы, которые принимают заявление и говорят тому, над которым заявление было написано, ну, тогда, ну, все, тогда те люди, которые думают, что в стране есть какой-то правовой порядок, и что все должны следить закону, ну, тот человек, кто видит, что происходят какие-то незаконные действия, и он это, ну, как мы говорим, тут стучит, тогда получается, что он сам как-то, ну, не участвует, а в очень такой плохой ситуации находится, потому что, с одной стороны, он не достиг цели и не остановил, ну, эти незаконные действия, а с другой стороны, он получил одного, одного, ну, человека, который не совсем захочет с ним разговаривать. А с другой стороны, вот неужели вы в детстве не слышали о том, что стучать плохо? Вот все советские фильмы, я не знаю, книжки, все, в принципе, на этом плюс-минус было построено. Стучать нехорошо. Ну, да, ну, как, есть, даже сейчас, ну, как говорится, люди, которые жалуются над своими соседями, над своими друзьями, ну, они не совсем популярны. Но, с другой стороны, если соседы или друзья, ну, брутально переступают какой-то закон, например, едут в пьяном виде по городу, ну, это, ну, очень-очень плохая ситуация. То есть, если вы видите, что ваш друг садится в нетрезвом состоянии за руль, вы позвоните в полицию и скажите... Нет, я остановлю его. Я остановлю моего друга, и он никогда за руль не сядет. Я вам, я вам, я это делал и буду делать, потому что я считаю, что это очень опасная ситуация. А вы говорили только что про конкурентов. Вот, когда мы обсуждали примеры с зарплатами в конвертах, политики между собой тоже конкуренты? Да. То есть, когда один политик, условно говоря, стучит на другого, это, в принципе, тоже нормально? Это нормально, и не всегда, когда политики, ну, как говорится, пишут заявления над другими политиками, это означает, что они стучат, они просто сообщают, они просто не хочут писать заявления для прессы, потому что знают, что пресса наверняка это не возьмет. Вот, и они пишут заявление в полицию, и говорят, я написал заявление над тем или иным депутатом. И это уже новость. И тогда, ну, когда вы говорите новости в 6 часов, там депутат написал такое-то заявление над другим депутатом. А если бы вы просто увидели, что тот же самый депутат пишет, почему он не согласен с этим депутатом, наверняка он в 6 часов новости не попал бы. А если говорить про конкретный случай с господином Ушаковым, то поддерживаете ли вы авторов вот этих заявлений? Я даже не знаю, что они написали, я понимаю, что есть заявление полиции безопасности, что Ушаков, ну, скажем, со своей карикатурой, ну, переступил какой-то закон. Ну, я не знаю, насчет какой статьи они написали или что есть за почва этого заявления. Но если, в принципе, один политик увидел, что другой политик, возможно, нарушает какой-то закон своими заявлениями, то это нормально, да, заявить об этом? Это мы, политики, живем и в личной жизни, и в профессиональной жизни в публическом пространстве. И все, что мы делаем, или дома, или в своем огороде, или в Сейме, всегда нам нужно считаться, что это где-то может появиться. Господин Агешин, когда один политик условно стучит на другого, это позитивный пример или все-таки не очень? – Иногда это можно расценивать, как попытку оказать влияние на работу правоохранительных органов, и мы подошли к ситуации со знаком минус, к чему я отношусь очень отрицательно. На это можно посмотреть и следующим образом, если абстрагироваться от конкретного случая. Предположим, что у конкретного политика и у конкретной партии дела идут неважно. Доверие общества ниже плинтуса, добрых дел, которые можно предъявить обществу с гулькин нос, их практически нет, поэтому надо как-то профилироваться и напомнить о себе, и написать какое-либо заявление, да еще сделать его публичным. Поэтому, если некоторые господа и дамы, которые таким образом действуют, не публиковали бы содержание своих заявлений в социальных сетях, а действительно хотели бы добиться некой справедливости, они бы это не афишировали, они бы просто написали соответствующее заявление, во всяком случае любой житель имеет право это делать по закону, и не бахвалились бы, и не хвастались этим. Поэтому я ставлю, мягко говоря, под сомнение желание отдельных господ выяснить объективную справедливость какую-то. Это желание, в общем-то, показать, что кто-то работает, кто-то борется за какие-то идеалы и так далее, хотя на самом деле предъявить нечего обществу за исключением разговора о ценностях. Ну вот ваш коллега только что говорил о том, что это нормально для политиков выносить, что называется, может быть, ссоры из СБ, может быть, как-то выставлять себя на показ. Вы же публичные люди. Зачем делать это молча, если можно делать это громко, привлекая внимание в том числе журналистов? Ну вот вы сами ответили на свой вопрос, потому что если ты хочешь добиться реального результата, не обязательно об этом публично заявлять и рекламироваться. Но здесь цель, на мой взгляд, была другая – поднять свой собственный имидж и приклеиться, просто прилепиться к популярности Нила Ушакова. Вот и все. Там, на мой взгляд, там больше ничего нет. Иначе бы эти люди не публиковали бы все это в интернете. Но не является ли это неотъемлемой частью работы политиков? Любой политик должен считаться с тем, что он всегда на виду. Любой политик должен думать о том, может ли он даже, например, с своей второй половинкой, с супругой пойти в кафе или на какое-то публичное мероприятие. И всегда должен в идеале наперед просчитывать все свои шаги, насколько это возможно. И должен считаться с тем, что, безусловно, политические оппоненты будут нападать, будут пытаться втоптать в грязь и даже публично приговорить к высшей мере наказания. Пару лет назад один гражданин Латвии, проживающий в Германии, по фамилии Линард Грантинж, приговорил вашего покорного слугу к высшей мере наказания и разослал это письмо остальным 99 депутатам Сейма. И тогда, я не скрою, я написал заявление в полицию безопасности и придал огласке это дело. Но я здесь не преследовал своей целью поднимать популярность свою каким-то таким сомнительным образом. Я просто глубоко убежден в том, что если один человек публично угрожает другому, то здесь, несомненно, эту проблему надо решать. И кроме того, виновным в нашей стране, к счастью, человека может назвать только исключительно суд. И всякие разглагольствования о том, что у конкретной партии, например, согласие якобы неправильные избиратели, которые что-то не понимают, это совершенно неуместно и абсурдно. А виновным у нас человека может назвать только суд, а не Вейка Сполитис или Инесса Вайдера или кто-то еще. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. А я не знаю, на каком уровне вы остановитесь. Но вот господин Маганец с этими вот сотнями евро. Так вот, если бы я случайно узнал бы, я бы не стал на него стучать. Потому что я, извините, хронический железнодорожник. Хронический. Я маленький, очень маленький был человек на железной дороге. Но мне как-то пришлось знакомиться с тем, что творилось в железнодорожной отрасли после развала Советского Союза. Я понимал, что ежели не ублажить тех, кто там на железной дороге в России, именно так в России, то ничего бы не случилось. Я понимаю, что не случайно и господин Якунин вдруг сразу после господина Маганеца исчез из оборота, будем так говорить. Так вот, если бы я знал, что господин Маганец дает кому-то там взятку, то я бы промолчал, потому что я понимал бы, что это в интересах нашего государства. И я не только вот в данном варианте, да, промолчал бы. Такая у нас система, понимаете. А что касается политиков, там, это чужие фаза Вайдера, что вот со всем этим, она пытается велить себя, как преподавателя бывшего, ну, экономика социализма там преподавала, там, она там и в партии, и сейчас нужно пиар, там, все. Про политиков вообще не хочу. А вот по жизни, вот если так, вот по жизни. А если в советское время, когда было, вот честно говорю, вот когда я вот был советским человеком, если бы я узнал, какой-то человек работает там на СРУ или, да, еще что, стуканул бы. Ну, не стуканул бы, нет, так открыто пришел бы и сказал бы, вот я знаю. Спасибо большое. Как можете прокомментировать? Ясен Бондарс, может быть, с вас начнем? Вы так выразительно смотрите. Да, ну, я так, там много части, но я думаю, что, во-первых, я человек, который считает, что свободная конкуренция – это то, что движет наше общество в общей сложности и помогает нам жить лучше и, как говорится, дешевле жить, лучше продуктов. Ты говорила о том, что, может быть, вот эти противозаконные действия, может быть, они во благо иногда? Не-не-не, вот о том я и говорю, что коррупция убивает конкуренцию. И все, что убивает конкуренцию, я считаю, что это, ну, нехорошо. Ну, а если мы проигрываем эту конкуренцию, и вот при помощи коррупции пытаемся как-то улучшить свое положение? Нет таких ситуаций. Ну, нет таких ситуаций. Если есть конкуренция, то все нормально. Если у кого-то, ну, например, ну, это в спорте, можно сказать. Если, например, у одной команды, команды все судья, ну, на их стороне, тогда, конечно, эта команда всегда будет выигрывать, правильно? Хорошо ли это для спорта? Нет. Хорошо ли это для жизни, для бизнеса, для людей? Нет, нехорошо. Господин Агешин. Слушатель, мне кажется, сказал одну очень интересную вещь, ключевую. Поймите, друзья, такова у нас система. Об этом можно долго думать и дискутировать, но я бы прокомментировал этот вопрос, эту ситуацию так. Сейчас там идет следствие, насколько я знаю, и отчасти можно согласиться со слушателем в том, что и бизнес-контакты, да и политические контакты с разными странами, конечно, легче налаживать их, не формализуя, а поддерживая неформальные отношения. Но это вовсе, конечно, не означает, что следует давать или принимать взятки. Знаете, вот я вам скажу честно, положа руку на сердце, я когда не был депутатом парламента, я никогда не давал никому взяток, нашим врачам и так далее, и, может быть, от этого неоднократно страдал, скажу вам честно. И здесь мы упираемся опять в то, что сказал правительский, наверное, ваш слушатель. Такова у нас система, и мы эту систему еще не переломили и не излечили. Микс-ньюс. Напомню также, что разговор у нас зашел, потому что три заявления были написаны по поводу карикатуры от Нила Ушакова, два в Генпрокуратуру, одно в Полиции Безопасности, уже все три находятся в Полиции Безопасности. Вот, господин Бондерс, если вы считаете, что это нормальная практика для политиков, в общем-то, так публично друг на друга доносить, условно говоря, то не получается ли, что такая практика некоторым образом, ну, как бы, принижает, что ли, свободу слова, как-то девальвирует ее? Ну, почему? Ну, любой человек в Латвии может написать заявление госструктурам, что кто-то что-то неправильно делает. Политик это или просто менеджер или продавец, но все равно. Любой может написать такое заявление, и полиция должна рассмотреть. То, что с политиком происходит иногда, да, что они эти, ну, свои заявления, ну, распространяют масс-медиа, они говорят, вот я сейчас написал заявление насчет, там, Ушакова в Полиции Безопасности. Я тоже писал заявление, но никому не говорил. На Ушакова? Нет, не на Ушакова, на других инстанциях я писал, ну, Бюро коррупции, или, ну, да, так его будем называть, и никому не говорил, что да, я написал заявление, что я вижу, что там какая-то ситуация, которая странная, могут ли они рассмотреть эту ситуацию? Ну, а в случае с вот этим... И ни одной, ни одной пресс-релиза не сделал. А в случае с вот этими публичными сообщениями о подобных заявлениях, получается, что депутаты выступают против, как бы, права человека использовать свободу слова, высказывать мнение, хотя бы в карикатурах, в шутках. Вот это каким-то образом не влияет негативно на имидж самих этих депутатов, на ваш взгляд? Ну, есть две части. Одна часть, конечно, есть свобода слова, другая часть, ну, у депутата или у политика слово – это меч. И нужно осторожно с этим мечем тоже использоваться, те, которые используют его, потому что не все у депутатов и политиков разрешено. А, ну, то есть вы, в принципе, поддерживаете, вот, к примеру, господина Кирсиса или госпожу Вайдера, которые написали заявление? Я говорю, то, что они написали заявление, они хотят просто попасть в новости, потому что опубликовали это. Если у них есть какие-то разногласия с Ушаковым, они могут уже делать иначе, то же самое, без заявлений. Ну, если они считают, что там криминал, да, то, ну, да, полиция и безопасность должны расследовать это. Ну, в конкретном случае речь идет о статье, которая запрещает оправдание геноцида и преступлений против человечества. Вот, как вы считаете, вот эта крикатура, на принципе, может попадать под эту статью? Знаете, я не полицейский, я не могу... Ну, Вайдера тоже не полицейский, Кирсис не полицейский. Потому они как люди пишут заявление и говорят, знаете, нам кажется, что эта ситуация идет под эту статью. Ну, пожалуйста, посмотрите, что там. Разберитесь. Разберитесь, да. Я тоже, я не буду полицейскими сейчас говорить, тот прав, тот не прав. Пусть разбираются те службы, которым это ответственность. А вот по вашей логике получается, что, в принципе, все могут замечать правонарушения или о них, собственно говоря, сообщать это хорошо, а вот депутатам это как бы запрещается. Им же не ослепно теперь. Вы знаете, на мой взгляд, посыл Нила Ушакова в этих карикатурах был только один. Неправильно списывать все наши сегодняшние проблемы на прошлое. Очень просто и понятно, да. В то же самое время, отвечая еще на ваш предыдущий вопрос, я хочу сказать, что да, конечно, если ты политик, то ты должен считаться с тем, что тебе придется волноваться. А если ты не хочешь волноваться, тогда не будь публичным человеком, а занимайся дома, например, домашним вязанием. Я убежден в том, что Нил с этой проблемой справится. Что касается вашего вопроса в контексте свободы слова, то Европейский суд по правам человека в своих решениях постановлял, что человек имеет право на свободу слова, даже если это свобода слова, большинство общества шокирует и является неприемлемой. В то же самое время, те же самые европейские документы, Европейский суд по правам человека говорит, что если речь идет о национальной безопасности, то тогда свободу слова можно ограничивать. Мораль. Значит, нам в Латвии необходимо найти разумный компромисс между всеми этими вызовами и угрозами. И что касается действий отдельных политиков, мне лично неприемлемо, когда отдельные политики пытаются использовать правоохранительные органы в качестве инструмента для борьбы с инакомыслящим политиком. А почему вы считаете, что это какая-то борьба и какое-то использование правоохранительных органов? Может быть, действительно, абсолютно искренне возмутилась госпожа Вайдера, когда увидела эти карикатуры. Ей действительно, абсолютно искренне, может быть, показалось, что это попадает под статью, о чем она абсолютно искренне сообщила в Генеральную прокуратуру. Почему? Вот обязательно, если политик, то подозревать его в пиаре. В данном конкретном случае в искренность намерений и светлые помыслы и побуждения этих политиков я не верю. Потому что тот же господин Кирсис еще письмо, наверное, не успело дойти до полиции безопасности. Он его выложил на весь интернет. Но это просто элементы пиара и ничего больше. Вот и все. Так может быть, это такое же абсолютно искреннее желание привлечь внимание общественности к таким вот, на его взгляд, противоправным действиям мэра Риги? Он в первую очередь привлек внимание к себе, самому любимому. Вот и все. Господин Бондарс? Да. Это все-таки было привлечение внимания к себе, на ваш взгляд, или попытка действительно разобраться, искреннее возмущение? То, что политики пытаются себя как-то дифференцировать между другими политиками, это всегда было, есть и будет. Несомненно. Или это Латвия, или это Америка, или это Франция. И всегда политики хотят показать, как они, ну, отличаются от других политиков. То есть, да, эти политики пиарятся за счет других политиков, это нормально совершенно, да? Это не пиарить, они просто показывают свое отношение к каким-то вопросам, показывая, что вот они считают так, и те считают вот так. Но используя заявления полиции как инструмент. А на ваш взгляд, это каким образом влияет на настроение общества в общем и целом? Потому что мы в последнее время много говорим о том, что, ну, возможно, мы идем в сторону какого-то чуть ли не полицейского государства. Возможно, у нас правоохранительные органы и спецслужбы получают слишком широкие полномочия. Возможно, у нас слишком активна полиция и безопасность, которая слишком строго смотрит даже на шутки. Это я имею в виду два уголовных дела по поводу петиции о присоединении к России и к США. Вот в данном случае политики не провоцируют случайно вот, собственно говоря, такую же волну и усиление каких-то таких настроений и движения в сторону вот этого полицейского государства? Могу немножко иначе ответить на ваш вопрос. Я думаю, что зрелость наших политиков, демократических людей не там еще. Не там, где нужно было. Ну, потому что, знаете, те институции, которые назвали полицией, полицией безопасности и другие институции, они очень серьезные инструменты для борьбы с очень, ну, серьезным проблемам. И если какой-то политик знает, как использовать это оружие, чтобы использовать против своих конкурентов, это проблема. И бывают Латвии случаи, когда это так и происходит. И самое плохое, что такие случаи не преследуются. Они просто, скажем, утихают. А что именно вы имеете в виду, кроме вот случая с господином Ушаковым? Я так понимаю, вы сейчас не про него говорите. Я думаю, что это передача, где мы лучше разберем эту ситуацию и что там происходит с этими каракатерами. И тогда в каком-то другом разе мы можем поговорить насчет других вопросов. Хорошо. Если возвращаться к началу моего вопроса, то, на ваш взгляд, не дают ли таким образом вот упомянутой политикой какой-то нехороший пример жителям страны? Вот не получится так, что мы сейчас все будем бегать в полицию безопасности и друг на друга стучать? Кто-то не тот комментарий в интернете оставил, кто-то еще что-то не так сказал. А мало ли там какая-то угроза нацбезопасности? То, знаете, еще такая неспокойная геополитическая ситуация, еще какая-то потенциальная угроза с Востока. Вот это не является каким-то стимулом для вот еще большего подогревания ситуации и вот нарастания какой-то истерии? Если я бы был министром здравоохранения, я бы был рад, что есть мои коллеги, которые сейчас хотят говорить насчет таких вопросов, ну, истории или каракатеры. Потому что люди не концентрируются на те вопросы здравоохранения, которые мы имеем в Латвии, а концентрируются на другие вопросы. И это, ну, есть такая техника. Собеседник сорвал буквально с языка, я творчески дополню его. Знаете, отвлечь внимание общества от насущных проблем – это старый, добрый, проверенный прием. Квоты у нас в системе здравоохранения окончаются в августе, а в отдельных случаях и вообще в январе. Ну, тут вы тоже, в общем-то, переводите тему разговора. Теперь на здравоохранение. Да, 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 секундочку. Индексация пенсии у нас в стране такая, что ее размере стыдно говорить публично. Это, наверное, тоже тема новой передачи. Я привожу пример. А у нас в семье неожиданно инициируют дискуссию о том, можно ли курить в присутствии беременных девушек или нельзя. Вот вам ярчайший пример отвлечения внимания общества от насущных проблем. Так и мы все про письма и заявления в полицию безопасности. Вот это, на ваш взгляд, не провоцирует какую-то волну истерии в обществе. Потому что полиции ведь в каком-то смысле являются примером для подражания. Может быть, кто-то действительно абсолютно искренне считает, что вот это пример, которому надо следовать. И мне теперь тоже надо сообщать полицию безопасности о том, что кто-то не такой комментарий оставил или какую-то не такую карикатуру опубликовал. Но, безусловно, такие заявления в правоохранительные органы для некоторой части общества притупляют боль от неиндексированных пенсий и от того, что люди не попали к врачу. Безусловно, Оксана. И мне один вопрос только. Помните ли вы, когда этот вопрос был инициирован? Вопрос насчет компенсации создания комиссии, работ комиссии. Когда это было инициировано? Когда создалась комиссия по подсчету ущерба от оккупации в 2005 год, по-моему. Да, и почему? Для того, чтобы посчитать ущерба от оккупации. Потому что президент Латвии приняла решение ехать в Москву на 9 мая. Это прекрасно. У нас звонок есть, надевайте наушники. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Оксана, вы знаете, мне хотелось бы так, немножко дефиницию уточнить. Вообще, в моем понимании, донос это либо, первое, это тайный донос, то есть когда доносительство вот именно какое-то такое, тукачество. Второе, что это ложный донос. Это вот такие две ассоциации. Насчет тайного донесения это вообще как бы 100%. Поэтому я считаю, что в данном случае немножко неправильно употребляет это слово донос вот к тем депутатам, которые написали такое заявление. Что они сделали правильно или неправильно, честно сказать, мне неинтересно, я бы так не сделал. Но вообще, если мы возвращаемся к теме вашей передачи, то я согласен с тем, что господин Агешин говорил в начале. Ну, если мы живем в правовом государстве, то, наверное, все-таки лучше выполнить муниципальную полицию и сказать, что соседи в 2 часа ночи не дают спать, чем идти к соседям, сбитые в руках, и разбираться с ними без доносительства. Ну, вот это такое мое мнение. Спасибо. Да, спасибо. По поводу терминов, я не считаю, что слово донос это обязательно что-то такое тайное, и тут речь не идет, кстати, о фактах, тут скорее об интерпретации, наверное, со стороны, собственно, госпожи Вайдера и господина Кирсиса. Как можете прокомментировать? Я считаю, что звонитель полностью прав на что-то того, что если есть правовое государство, и если кто-то не относится к закону, ну, как к закону, а делает, как ему нравится, и это мешает другим, то, конечно, только нормально, что звонить или муниципальной полиции, или просто полиции, или полиции безопасности, исходя из того, что же происходит. Я могу предположить, что звонивший является юристом по образованию, что, например, ко мне тоже люди нередко обращаются с вопросом, как бороться с шумными соседями. Говорю, вы не стесняетесь вызывать муниципальную полицию, они приедут, составят протокол. А, нет никакого смысла. Я говорю, пардон, извините, уже у нас в судебной системе в юдикатуре имеется прецедент, когда один житель Венспилса отсудил, отсудил, я не помню, у шумных соседей, тысячу латов, кажется, да? Поэтому не надо стесняться использовать свои права. Но это мы говорим о бытовых таких моментах. Что касается попытки учинить над кем-то политическую расправу, то для меня лично это совершенно неприемлемо, как я убежден, для большинства общества. По-моему, у вас здесь на радио один публицист сказал, ну, о том, что в политике такие вопросы можно решать иначе, очевидно. Давайте еще звонок примем, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к обоим гостям. Интересно услышать ваше мнение. Скажите, пожалуйста, а в чем причина, с вашей точки зрения, того, что, находясь сейчас, живя в 21 веке, у нас в латвийской политической системе просто наинизший уровень аргументированных дебатов и аргументированной критики одной стороны к другой. Просто, чтобы быть объективным и обидеть обоих гостей, я приведу пример, что вот мне всегда нравилось и было приятно слушать любую конструктивную критику госпожи Судробы или всегда с конструктивными комментариями приходит господин Пименов в прессу. А в чем причина, что, по сути, от правящей коалиции и, в принципе, от партии, которые всегда пребывали в коалициях у нас и в правящей элите, практически вот эта культура аргументированного дебата, аргументированной критики, она находится фактически на нуле. Спасибо большое. Вы зря положили трогу. Мне очень хотелось уточнить, где отсутствует аргументация, в каких именно дебатах. У меня вопрос понятен, я готов ответить. Я начну, если вы не возражаете. Очень хороший вопрос. Проблема, о которой говорит слушатель, заключается, на мой взгляд, в том, что у нас 25 лет подряд налицо несменяемость политической элиты. Латвия является уникальным государством в масштабах всей географической Европы, в котором это единственная страна, в которой на протяжении 25 лет у власти никогда ни разу не находились левоцентристы или левые политики, политики социал-демократической ориентации. Отсюда иногда слабость аргументов и нежелание даже мотивировать свою точку зрения, вот это можно объяснить следующим образом. Несменяемость и безнаказанность самовлюбленной политической элиты, которая знает, что ей ничего не угрожает. А если люди, например, 1 мая на митинги захотят задать вопросы по существу, про здравоохранение, пенсию, социальную защищенность, про детские пособия, тогда можно достать старый испытанный, например, национальный козырь, поговорить о национальном вопросе, о языковом вопросе. Это пока еще действует. Не было у политической элиты необходимости по существу объяснять суть принятых решений. Вот и все. Господин Бондарс, хотите ли как-то дополнить? Знаете, я бы не мог согласиться с своим коллегом, то, что у нас были правы и политики последние 25 лет. Мне иногда кажется, что большинство коммунистов там сидят, потому что так, как они подходят к вопросам и частной собственности, и к вопросам заработной платы людей, и то, что облагается налогами, не облагается налогами. Это просто, ну, я скажу честно, кошмарит меня. Кошмарит в прямом образе. Потому что, знаете, мне кажется, что иногда, сидя в этой бюджетной комиссии, иногда такой принцип властвует в коалиции, что если у вас есть деньги, то это не ваш успех, а это наша недоработка. Прекрасный принцип для политиков, особенно в бюджетной комиссии. Вот если все-таки завершать разговор о вмешательстве полиции безопасности, одно дело, когда происходят дебаты в Сейме, когда политики выражают мнение относительно сказанного другими политиками в каких-то публичных дебатах, и совершенно другое дело, наверное, когда в это во все впутывается полиция безопасности. Потому что иногда полиция безопасности все-таки начинает какие-то уголовные процессы, и даже если человек в итоге будет оправдан, то это изъятие техники, это все-таки процесс, который накладывает отпечаток на биографию, и так далее, и так далее. Вот эти два, три прецедента, вернее говоря, не скажутся ли они на политиках таким образом, что им теперь будет страшно говорить, не знаю, критиковать друг друга, критиковать какую-то правящую линию. Вот не думайте, что господин Ушакова теперь вот 10 раз подумает, прежде чем что-нибудь запостить на Фейсбуке, равно как и его коллеги в Сэйме. А мало ли кому-то что-то покажется, и вот кто-то решит какое-то заявление написать в полицию безопасности. Газмин Бондарс. Я думаю, что нет. Я думаю, что состязание между, есть, ну скажем так, политиком, который находится на краях, такова примерно, что кто первый садит из-за того, что он что-то сочно скажет, и кого первого обвинят, тот будет самым популярным политиком в городе. Подождите, ну вот ваше, например, выступление с сапогом или с туфлёй на трибуне Сэйма, ваше ведь было, да? Да, но там ничего такого, ничего не... А знаете, а вот можно, в принципе, усмотреть и пропаганду каких-то советских символов? Нет, знать, нет. А вдруг там заявление напишет? Я думаю, что мы немножко украшаем всю эту ситуацию, что полиция без опасности сейчас там пойдёт, и за каждое высказанное слово кого-то заберёт. Если такая ситуация и произойдёт, лучше убегаем все. В смысле, если полиция безопасности? Из-за таких, скажем, невинных выражений или из-за такой формы будет сажать людей на сутки, на, я не знаю, там, ну, лишать свободы или так далее. Невинных выражений, это вы что имеете в виду? То, что Ушакова делала или то, что вы сделали? Нет, с сапогом, да. На счёт Ушакова это находится в полиции безопасности, пусть они расследуют, что там есть, что там нет. Господин Агишин. Знаете, если мы коснулись трибуны Сейма, интерпретации законов, то я считаю, самое последнее, что может и должен делать политик, это с трибуны поучать правоохранительные органы, как применять или интерпретировать тот или иной закон. Даже если, особенно, если ты политику, исправящий в стране партии. Некоторые люди, называющие себя юристами, до этого уже докатились, да, когда поучают в ходе дебатов с трибуны Сейма, как нужно будет в будущем применять ту или иную норму уголовного права. Самое последнее дело, и это полнейший абсурд. То есть политики не будут бояться полиции безопасности после вот этого инцидента? Мне бы очень не хотелось, чтобы дискуссии на общественно-политические темы перешли в кухонную плоскость. Я напомню, что в гостях у нас были двое депутатов Сейма, оба представляют комиссию по национальной безопасности. Мартин Шибондарс и Валерий Агешин. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо за интересные вопросы. До свидания. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания. До свидания.